Продолжение после обзора, Дмитрий Крадский. Хороший раз, Контор. Я прошу, хоть не надо укрой, Воль моя, Ты покинь меня. Из такой традиционной, Куплетной лирической песни Переходила в серьезную балладную, Переходила в другую форму. Ее реформировали такие вот Композиторы, как Тухманов, Али, кстати, мой сочиник, Мы учились вместе в институте Гнесиных, Вместе на картошенок. Не сынок, но он у меня на картошке работает, Прикодик. Я об этом часто вспоминал. Вы хозяин интервью, пожалуйста. Да, я хотел, чтобы обязательно Как-то Вы объяснили Зрителям вида, Как так случилось, что В еженедельнике Коммерсант появилась заметка, Что Вы были в нетрезвом виде На нашем празднике. Во-первых, я благодарен Этим инсунаторам, Потому что я надеюсь, И теперь вот тот лед, Который существовал между мной и видом, Возможно, он растает. Потому что раз меня уже, так сказать, Причислили, так сказать, К друзьям вида, Тут нужно будет как-то выходить Из этого положения. Либо вслух виду сказать О том, что мы его ненавидим, Не любим и так далее. Либо сказать, ах так, раз он назность, Но давайте дружить. Ну, это, так сказать, Шутки радио. Продолжение после обзора, Не краткий. Хороший раз, Антон. Работаем? Понятно. Я, насколько знаю, Ты женат третий раз. Да. А кто была твоя первая жена? Первую жену звали Наташа. Она была выпускницей, Дипломницей в тот момент Московского аналитического института. А второй женой? А второй женой звали Настя. Она была профессиональной артисткой. И остается ее. Фамилия? Фамилия. Да, Настя это, наверное... Ну, фамилия ее Вертинская. Но я не думаю, Что это будет кому-то Очень интересно сейчас. Ну, почему? Если Градский сейчас интересен, То даже если он был женат На Анастасии Вертинской, Это тоже неплохо. Это по имиду просадки нет. Мне было очень неплохо. Я не знаю, Было ли неплохо Насте, Но мне было хорошо. У меня сохранились Самые хорошие воспринания. Субтитры сделал DimaTorzok Фамилия ее Вертинская. Но я не думаю, Что это будет кому-то Очень интересно сейчас. Ну, почему? Если Градский сейчас интересен, То даже если он был женат На Анастасии Вертинской, Это тоже неплохо. Это по имиду просадки нет. Мне было очень неплохо. Я не знаю, Было ли неплохо Насте, Но мне было хорошо. У меня сохранились Самые хорошие воспринания. А детей от первых? Твого брака? Нет, у меня вот Двое детей только от третьего брака. И я, в общем-то, Могу с полной уверенностью сказать, Что третий брак, Он брак и есть. То есть, Это вот моя жена. И есть та самая жена, Которая как бы вот В сказках описывается. Там, конечно, Свои дела есть, Свои неприятности. Каждый из нас друг другу причиняет. Но, все-таки, Первые два опыта Были, в общем, Скорее опытами любви. А третий оказался И опытом любви и врага. Скажи, пожалуйста, Есть такая песня, Автобиография, Условно, Так я ее для себя называю. Она так и называется. Это все правда, да? Все, что там расстояние? Ну, ернически, Но, в общем, правда. А что сейчас с твоими родителями? Где они сейчас? Мама у меня умерла. Мама умерла в 63-м году, В декабре. Вот, практически, Она умерла 18-го, Несколько дней назад. И вот уже почти 30 лет, 28 лет, Как-то вот мама моя Не со мной. Ну, я считаю, Что чисто материально. А так духовно, Я, в общем, ощущаю ее присутствие. А мой папа жив и здоров, Слава Богу. Живет здесь же, Недалеко, в Москве. Кем работает? Он работал инженером, Механиком. Это его диплом. Потом он был инженером, Химиком. Потом он работал В Министерстве химического Машиностроения. Министром? Долгое время работал В техническом отделе. Он хороший специалист, Как я знаю. Но ты тоже ничего учился. Да, но только не в этой области. Не в его. И мне о нем Очень много хорошего Говорили всегда люди И его сотрудники. Так что он В отношении К людям, наверное, Гораздо более добрый человек, Чем я. Обо мне так много Хорошего не говорят, Как о нем. Саш, скажи, пожалуйста, Вот о тебе, ты говоришь, Много хорошего не говорят, А ведь ты очень многим музыкантам, Насколько я знаю, Помогал. И помогал так В ущерб своим каким-то интересам. Ну, это неправда. Я не помогал в ущерб интересам. Своим. Своим не было этого. Я просто считал, Что это очень здорово, Если я буду не один Этой музыкой заниматься, А вокруг меня будут друзья. Мало того, Я считал, что это очень хорошо, Если эти друзья Будут иметь какой-то вес в обществе. Я имел в виду не только Музыкальный вес, А, скажем, И социальный вес. И мне Всегда хотелось Этим людям помогать В меру своих возможностей. Я бы не сказал, Что тут уж я был столь альтруистичен. Одна, Все-таки, вот идея такая грязная, Мерзкая у меня все-таки была. Помимо всего того, Что я хотел действительно Лучшего для этих ребят, Которых я очень любил и люблю. Но идея мерзкая все-таки была. Я был убежден, Что я ничего не буду стоить, Как один из основателей Какого-то жанра, Если у меня не будет друзей, И не будет последователей, И не будет, Ну, учеников, не учеников, По всякому случаю, Людей, которые как бы со мной заодно. И вот эта вот Мысль о том, Что у меня должны быть Саратники, что ли, Она, конечно, мысль такая. Меркантильная в чем-то. Но она у меня была, Я честно могу признаться. Поэтому я делал это все Не только Исль-Кир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,